здравствуйте рыбаки рыбачки и гости моего канала сегодня я хочу с вами поговорить не о рыбалке о пользе мелкой рыбы восстановление коленных суставов вначале все по порядку где-то лет 15 назад были мы с моим другом Вовой Федяевым на рыбалке яблунивском районе там мало сквирка там такие бугры холмы и так далее вдоль берега ходил ходил и тут бах у меня коленки очень сильно заболели прямо ступать невозможно вот это было начало потом я приехал домой думаю что ж такое что делать идти к врачам не очень хочется но в общем короче говоря начал я искать я нашел что в Японии у пожилых людей подобного явления не наблюдается и в чем дело статья подробно описывает что в Японии традиция использовать мелкую рыбку использовать ее в качестве жареной консервов и так далее вместе с косточками и с головами именно мелкой рыбы к примеру вот такая рыбка не годится тут уже кости не те такая тоже не годится мы отбрасываем годится вот такая вот мелкая рыба верховод хорошо подходит и так далее и дальше надо же все рассказать вам на примерах хотите верьте хотите нет у меня сосед Борис рыбак активный такой был потом смотрю он долго не появляется даже на улице захожу к нему в гости тем более что был повод я утопил свою пешню в магазин кинулся пешни не было в другом месте мне подсказали но пешня довольно таки дорогая я захожу к нему что такое как дела как здоровье он говорит то плохо я такое да ноги болят где говорю болят колени вот становиться не могу идти не могу но я ему рассказал что нужно использовать рыбку мелкую и так далее поверил он не поверил не знаю я пошел домой нашел опять эту статью распечатал принес ему дал почитать даже подарил это телески проходит некоторое время кстати не так он как жена очень поблагодарила за то что я им принес эту информацию и через буквально месяц смотрю он уже выходит на улицу потом стал ходить на рыбалку то есть ему помогло следующий случай встречаю знакомую женщину идет с палочкой что такое то же самое я рассказал ноль эмоций она не поверила лучше пойду к врачам пошла к врачам что я там предписывали я не знаю но в итоге получилось так что прошло некоторое время она уже ходит на костылях выходит на улицу а в данный момент я уже давно не вижу но говорят что традиционная медицина это то что у нас медицина традиционная медицина если разобраться с точки зрения банальной эрудиции это народная медицина и тысячелетия в общем и еще один факт на базаре у нас продают мелкую рыбу в баночках пол-литровых ну там разная цена в зависимости от времени года и от того кто продает и вот бабушка покупает эту рыбку довольно таки бабушка старенькая я проходил мем говорю что кошечки купили на ведь нет сынок это для себя я говорит ее так жарю хорошо а потом вместе с косточками со всем этим ем и что он говорит нормально помогает и все прочее никаких проблем с ногами нет вот теперь приступаю вот и рассказываю вот такая вот рыбка не годится чем она мельче тем она лучше вот в данный момент я покажу как вот такую рыбку жарить это тоже великоватое вот вот такая вот меленькая мелочевочка мы ее почистим можно конечно и слуской ну мы и убираем оставляем головы убираем кишки убираем жабры а потом жарим именно так как надо вначале мы ее чистим кстати можно я говорил уже делать шпроты у меня есть ролик как делать домашний шпрот из речной рыбы вот мы ее здесь чистим легко очиститься убираем кишки голову не отрезаем тоже потому что я здесь только убираем жабры убираем жабры и получается у нас рыба будет готова но этот процесс понятен не буду долго на этом останавливаться не буду затягивать ваше время покажу на двух рыбках вот мы их почистили помыли жабры убрали сейчас мы будем жарить заливаем нашу сковородочку алии побольше потом включаем чтобы она хорошо нагрелась рыбку подсаливаем вот рыбку берем подсаливаем все вот масло у нас разогрелось и начало кипеть нужно доводить до этого состояния рыбу не надо макать ни в какую муку ни во что потому что масло забьется тут у вас если вы делаете большое количество просто вот берем рыбку посолили и все укладываем сюда есть такие сеточки продаются сверху у меня где-то она затерялась сверху чтобы масло не разбрызгивалась потому что нужно чтобы она жарилась не на слабом огне а на таком обильном и вот так вот у нас рыбка жарится я не буду время ваше затягивать я потом переключу и покажу что у нас получается вот одна сторона прожарилась я перевернул нужно доводить вот до такой прожарки чтобы прожаривалась буквально вся рыба она тогда превращается в сухарики очень хорошо естся приятно на вкус и вот эти косточки сами которые внутри и голова они все пережариваются хорошо и как раз именно составляющие и головы и костей и плавников хорошо прожаренные они действуют на улучшение состояния состояния коленных суставов это не я придумал я просто довожу до вас эту информацию если кому-то пригодится в жизни хотя бы одному человеку мои советы я буду конечно доволен что кому-то сумел помочь вот так вот и получается сложного ничего нет вот видите она какая еще чуть-чуть ее поджарим вот и все а потом она у вас естся как просто еще раз повторяю как сухарик очень приятно очень вкусно и главное полезно ничего сложного в этом нет спасибо за просмотр ребята до встречи в эфире видите вот какая она получается но еще раз повторяю если у кого есть сеточка лучше накрывать потому что нужно жарить на большом огне ну тут сами понимаете масло может разбрызгиваться что нежелательно спасибо еще раз до встречи в эфире